Не каждый лохматый мотылёк сможет перебить крылом дождевого червяка, но каждый из сегодняшних мастеров сможет раскидать кучу гопников без особых усилий. Техника удара, онлайн-курс для домашних тренировок, лучшие приёмы, растяжка для бойца, эффективная работа на мешках, лапах и падах, самооборона на улице, избавление от страха уличной драки, физподготовка для бойца, 50 тренировок в закрытом клубе. Забирай бесплатные видеокурсы по ссылкам в описании под видео. Привет, звёздные бронтозавры! С вами проект Май-Тай Сикея, я Варченко Виталий. А в этом видео вас ждут великие мастера и очень секретные учения. Первый боец, на которого мы с вами посмотрим, очень серьёзный мастер. Во-первых, потому что он в новом камуфляже и в бандане, а это для мастеров сверхуровень. А во-вторых, потому что он покажет нам, как можно за раз уничтожить сразу 6 гопников. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз. Значит раз, каждый делает одно движение, в амплитуде одинаковое. Два, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Я понимаю, что вы находитесь в абсолютном шоке и вам уже хочется выбежать в ближайшую подворотню и раскидать там толпу гопников с помощью этих приёмов. Но не всё так просто. Во-первых, вам для начала нужно сбегать в магазин рыбалка и охота, чтобы прикупить тайное облачение мастера, а то без него ни один приём не работает, особенно без камуфляжной банданы. Во-вторых, сначала нужно овладеть гипнозом. Ведь перед боем с толпой её нужно загипнотизировать и превратить в безмозглых баранов, которые одновременно будут бить в одну точку, пока вы будете спокойно отклоняться и считать. Чтобы, не дай бог, кто-то случайно не ударил в сторону, туда, куда вы будете отходить. А то с мастером такое произошло, и даже под счёт в него прилетали кулаки. Правда, своим энергощитом он останавливал все удары. И в-третьих, перед всеми этими манипуляциями нужно хорошенько бахнуть травяного чайка, от которого вам станет хорошо, и вы реально поверите в то, что сможете всё это проделать в реальном бою с гопотой. А этот мастер достиг таких вершин, что ему стало даже впадло вставать, когда куча нелюдей нападала на лучезарного сенсея, дающего свет в тёмные души. Я не знаю, как у него получается творить такие чудеса, ведь он даже без армейского камуфляжа. Хотя, наверное, заморские сенсеи порешали с вселенской чи, и она стала им помогать, когда они в чёрных штанах и белой рубашке. Но этот чудотворец практически достиг совершенства. Он может даже не вставать с пола. Всё, что ему нужно, это контакт с жертвой, которую он потом терзает, как хочет. Он даже может просто лечь и заснуть. А если вдруг банда гопников решит ночью его украсть с кровати и поднимет на руки, то все тут же умрут самой страшной смертью. А мастер спокойно будет дальше спать уже на трупах поверженных злодеев. Сейчас вы освоите и увидите один из важнейших приёмов в жизни. Он применяется тогда, когда вы решили уже выйти с кабака, но вам в спину кричат стопе и бросаются с желанием разбить ваше прекрасное девственное лицо, как у феи. Субтитры создавал DimaTorzok Этот мастер настолько крут, что силой внутренней энергии с лёгкостью останавливает бегущего, как дикий кабан, агрессора. И причём даже с мячом. А если он может остановить беспредельщика даже с мячом, то с барным стулом или бутылкой в руке вообще без проблем. Думаю, это очень полезная способность, которая может пригодиться нашей олимпийской сборной по лёгкой атлетике. Ставим такого мастера на финиш, и он тормозит свои чьи всех бегунов, пока наши кюлени пересекут финишную черту. Как вам идея? Ну а это реально крутой мастер, который обладает смертельным касанием DimaTorzok. А его школа называется «Фатальный палец». Мастера зовут Том Кэмерон. Непобедимый воин пяти стихий, который одним незначительным прикосновением может убить человека. А отключает вообще направо и налево, даже случайно. Просто здоровается, а ничего подозревающий простачок сразу падает. Наверное, для тех, кто не знает, что такое Диммак, нужно кратко объяснить. Это древнее искусство смертельного касания ниндзя, которым они могли убить свою жертву сразу или сделать осроченную смерть. Самое поразительное было в том, что жертва умирала не от какого-либо удара, а от сердечного приступа или кровоизлияния в мозг. То есть, никто не мог заподозрить убийство. Кстати, одна из версий смерти Брюса Ли связана именно с таким способом. Видать, наш мастер тоже понял, что это нормальная тема и долго готовился, отращивая себе пузо, как у истинного сенсея, а потом просто собрал кучу народу и начал тыкать им в точки. Лично я не понимаю, как можно преподавать смертельное искусство, тем более такого плана. Ведь ты не можешь их практиковать, потому что перебьешь всех учеников. Кто тогда будет приносить капусту? А если ты не практикуешь их в полной мере, то как можно быть уверенным в том, что они вообще сработают? Ведь наносить смертельное касание по швабре и по человеку это немножко разные вещи. Пишите в комментах, у какого мастера вы бы хотели учиться тайным искусством. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. Пускай знают мощь бесконтактников. А если вы хотите научиться драться или усилить свои тренировки, забирайте бесплатные видеокурсы в описании под видео. Также подписывайтесь на мой второй канал и смотрите жесткие видео про переломы в ММА в описании. Благодарю за просмотр и настойчивость в тренировках. Техника удара онлайн курс для домашних тренировок лучшие приемы растяжка для бойца эффективная работа на мешках лапок и падок самооборона на улице избавление от страха уличной драки физподготовка для бойца 50 тренировок в закрытом клубе забирай бесплатные видеокурсы по ссылкам в описании под видео.